друзья приветствую всех в очередном ролике про мой лифт в этом ролике я не буду ставить рекорды буду пытаться показать на что способна моя батарейка что сможет взять мой лифт с неё без кан моста я рассчитываю на пробег примерно 400 450 километров посмотрим что получится по окончании этого теста ну и собственно вводные данные вот что показывает панель лифа вот что-то здесь лифт спая за бортом 22 градуса лифт спой почему-то показывает 24 батарея 29 градусов кондиционер включен на 22 градуса авто рециркуляцию включу чтобы меньше потреблял вот значит такой разброс по ячейкам спустя неделю не помню там может быть 5 милливольт он успел отбалансировать за это время после сборки сок пересчитался и чикс пересчитывается каждый день растет так ну и собственно что отправляемся я думаю поехать здесь из краснодара в сторону темрюка голубицкой сейчас кстати 8 утра думаю успеть до пробок туда и вернуться обратно планирую двигаться со скоростью примерно 90 километров в час скорее всего даже просто на круизе если будет позволять трафик на трассе если нет то буду держаться потоки либо быстрее либо медленнее как бы двигаться поток если то и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас покажу маленький прикол Смотрим 78 км в час На круиз контроле Так, все, педаль газа отпустил 78 км Сбрасываем среднюю скорость И ждем, пока он ее посчитает Смотрим, спидометр 78, 79 км в час А средняя скорость у нас оказывается 74,4 Прикол, да? Вот отсюда и растет Вот эта вот Нестыковка с реальной скоростью И скоростью по спидометру Сейчас вот, кстати, еще переключил LeafSpy на отображение скорости Ну и, собственно, сами видите Реальная скорость по компьютеру, по бортовому 74,4 По GPS примерно 73,74 Ну вот, собственно, делайте выводы сами Пока измерял скорость Тут среднюю Забыл отчитаться Проехал я 52 км Хотел ровно на 50 сделать Отчетик Итак, вот скорость моя 7,9 Ой, какая скорость Расход 7,9 км на кВт-час Ехал я с разной скоростью Пока измерял скорость, там, 78 У меня было Стараюсь держать 90 Ну, вы по LeafSpy сами там видите Примерно, какая скорость у меня реальная Иногда еду за большегрузами Тянусь Иногда легковушки тоже едут 80 км в час Ну, вот как сейчас, например, дорога свободная Так, 91 на круизе Сзади меня, вот, если показать Не получится, наверное Есть, конечно, пробочка Ну, я считаю, 91 км в час Это уже, в принципе, нормальное передвижение Тем более по трассе Очень много у нас таких вот Разширений Где спокойненько они могут меня обогнать А, ну, кстати, за мной не так уж, что и много машин Вот, 5 машин И то они даже не очень-то спешат меня обгонять Только вот особо торопливые Три обогнали меня Так, ну, едем дальше Смотрим, что показывает мне приборка Видно, там из-за солнца нет Вот, 104 км Прогнозированный пробег Штатными блоками управления Еду я в дышке Эко не включаю А на обгоны сильно не иду Вот такое путешествие И ехать 90 км в час Гораздо веселее Вот Если кто-то хочет посмотреть тут Нашу природу По традиции моей съемки То природы у нас как таковой и нет Еду я в сторону Голубицкой Тут одни поля Поля, 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 поля Лишь изредка вскричаются Вот такие полосы с деревьями Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, 92 км Мы подъезжаем к Славянскому Кубани похоже что переезд закрыт тут идет железная дорога всегда езжу через славянск на кубани потому что обход славянска на кубани слишком длинный а так как там тянутся все фуры медленно очень то разницы по времени нет практически никакой а через славянс на кубани хотя бы расстояние меньше единственный минус это как раз вот закрытый переезд если на него попадаешь то можно простоять довольно таки долго поезда не видно вообще нигде с той стороны точно с этой стороны деревья закрываются раз уж показал вот у меня тут какие цифры 69 прогнозирует штатный бортовой компьютер или в спай показали вы видите все-таки поехал я в общем дальше через обход потому что проехали буквально на 50 метров и переезд снова закрылся никто не проезжал никто не выезжал возможно даже не открывался просто там особо отчаянно и проехали на красный ладно едем значит через обход разница по я думаю 15 километров что ли или 20 я считал давно это было но у меня от алиф теперь может позволить себе такое поэтому едем через обход так так Субтитры сделал DimaTorzok 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 С одной скоростью DimaTorzok 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 сейчас поближе подъеду покажу вам какие пробки ну вот похоже это пробка которую я встал которую прогнозировал навигатор прогнозирует 31 минуту стоять дней вроде как двигаемся 20-30 километров в час иногда поток останавливается проехал я 123 почти 124 километра 43 на остатки и расход кстати у меня одна скорость чуть-чуть снизилась 8 и 4 километра на киловатт час я еду двигаемся дальше осталось мне примерно 50 километров даже конечно так себе прямо летим а вот и прилетели ладно стою дальше как буду выезжать из пробки поможет что-то интересное в пробке будет моя камера всегда будет на готове навигатор вроде как прогнозирует что стоять нам еще 33 минуты но мы тут вроде как видим 60 километров в час скорость даже потихо и набирается я вот даже отстал уже чуть-чуть вот что на приборке у меня двигаемся дальше насчет того что мы двигаемся я даже очень рад стоять в пробке мне как-то вообще не хочется да кстати простоял я если видно ровно 20 минут но мы так друзья прошло уже больше получаса как я толкаюсь в этой пробке навигатор прогнозирует там еще 25 минут настроение в потоке меняется появилась немного но все-таки уже 20 обочечников многие рискуют обгоняют по встречке вот этот вот особенно москвич обогнал по полю где-то по полевой дороге в смысле двигаемся с переменным успехом иногда стоим минуты 3 но не долго средняя скорость около 15 километров в час иногда вот разберемся до 40 но двигаемся в целом все равно очень медленно вот типа вот как сейчас раз и остановились пока стоим любуемся полями кстати дует довольно-таки сильный ветер в спину двигаюсь я сейчас на запад значит ветер восточный там кстати если что то можно разглядеть строится новая дорога которая ведет напрямую к мосту минуя краснодара вообще в отход в обход всех населенных пунктов и а Субтитры сделал DimaTorzok Смотрите-ка, верблюд Соседствую с ослом Да Раньше я тут ездил, не видел верблюдов Барашек видел, ослов Коней А тут вот еще и верблюдов Верблюда одного Красавчик Так, а кстати Прошел ровно час Как я ввяз в пробку Проехал 18 километров За это время Красотища 31 градусная улица Уже Кстати, вот это самое место Здесь очень часто Бывает так, что набегают тучки И выпадает Ну, дождик дождиком Выпадает град Причем Именно в этом месте Он самый сильный И самый крупный Вот как-то так уж сложилось Поэтому, когда дождик Килиград И я здесь еду Я прям Давлю на газ Так, чтобы Как можно быстрее Отсюда свалить Потому что Ну, там Вы, наверное, уже Видели в интернете Когда выпадали Градины размером С мячиком Для гольфа Или теннисный мяч Когда машины Просто Расколачивало в хлам Отлично У меня на этот шаг Какая-то фобия Поэтому От града Я бегу Куда подальше Как можно быстрее Навигатор прогнозирует Еще 10 минут Вот такой Тянучки Продолжаем ехать дальше Сейчас мы узнаем Из-за чего же Все-таки Это пробка И, насколько я помню В том месте Где По навигатору Заканчивается пробка Самый обычный Светофор Вот и вся причина 20-километровой пробки Светофор Ну здесь Довольно-таки важное Конечно Ответвление На Анапу Многие туда Поворачивают Чтобы поехать Через Крымский мост Крым А многие едут Прямо И Поворачивают Только На Темрюке И все Дальше будет Перед Темрюком Небольшая пробочка А так Дорога свободная Ехать мне осталось Около 35 километров Дальше будет Субтитры сделал DimaTorzok Дальше будет Ну вот я и в Голубицкой Рыночки тут всякие Столовки Клубы Куча людей Ехал я сюда Вот сейчас 12 часов дня Выехал я В 8 Получается 3 часа езды Плюс час Я отстоял В пробке Предупреждение Предупреждение Мне никогда Предупреждение Мне лифт Пока никаких Не выдал О низком заряде Батареи Пробег 179 километров Расход 8,6 Даже Еще 22 километра Прогнозирует Пробег Сейчас я Это все Проеду Все Голубицкую До Дикого Пляжа Итак друзья Ровно час назад Я приехал к морю Сейчас уже Пол второго В общем В попытках Подобраться Поближе к морю Я встал Просто там На площадке Где казалось бы Встать невозможно Ну немножечко Не прощупал почву И сел Причем сел Так твердо Откапывался Откапывался Ну в итоге Два человека Мне вызвались Помочь Ничего из этого Не получилось Но Пришлось Совместными усилиями Искать мусор На пляже Мусора на пляже Как странно Нет Ну в общем Посчастливилось И нашли Длинную доску Отрезок фанеры Где-то Сантиметров 30 шириной Метра два Длиной Поддомкратили Машину Подложили Эту фанеру Ну и Совместными Усилиями Машины Вторая чащика Повалялся На пляже Поболтался В море В Азовском Ветер сегодня Сильный Волны высокие Мне волны Нравятся Супер В общем Первый раз За это лето Выбрался Наконец-то Наконец-то На море Упал Упал Точнее Повысился Я приехал Сюда Насколько я помню Было 8,3 Или 8,4 Вот А теперь 7,8 Это все Из-за того Что я Побуксовал Ну и Плюс Машина Стояла Кондиционер Я забыл Естественно Выключить Вот Он молотил А я Буксовал Ну и Бегал Вокруг Машины Откапывался Так что Немножечки Делайте Поправку На это Я В любом Случай Сейчас Сбрасывать Его не буду Так как Он все равно Считает Общий Расход Электроэнергии Даже Несмотря На то Что я Стоял 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 Так я Уже На обратном Пути В объезд Станицы Корчагинской Корчагинской Корчанской И Встал В пробку Навигатор Показывает Что пробка Полтора Часа Будет В принципе Если Та была На час Это Примерно Такая Же Только С обратной Стороны Полтора Часа Буду Стоять И Три С Половины Часа До Дома 215 Еду Против Ветра Ветер Сильный Расход 7,6 Стол Против 8,4 Когда Я ехал В одну Сторону В эту Сторону Прошло 40 Минут Мы Проехали Наверное Метров 500 Стоим Просто Никуда Не едем Навигатор Уже Показывает Час 40 До Конца Пробки Расход Еще На Один Пункт Упал Теперь 7,5 Это Такие Дела Так Друзья Прошло Два Часа Ровно Два Часа А Проехал Я 11 Километров За Это Время Охренеть Пробка Закончилась Там Было Написано Что Вот В этом Месте Какое-то ДТП Нет Здесь Нет Никакого ДТП Вот Из-за Этого Сраного Светофора Я Простоял Два Часа Просто И Все За Мной Простояли Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Ну и появилось Предупреждение Об очень Низком Уровне Батареи Продолжаем Ехать Дальше Это Сообщение Я уже Видел Раньше Осталось Мне Проехать Около 80 Километров Посмотрим На Что Способен Лиф Бескан Моста Продолжение следует Продолжение следует Ну и так Подъезжаю к Елизаветинской У нас тут Перед постом Небольшая Пробочка Сформировалась Что Очень даже Нормально Температура За бортом Снижается 28 градусов Проехал Я 332 Километра Расход Не Восстанавливается Так и стоит На 7,2 Продолжение следует Так и Очередная Отчетный Отрезок 350 Километров Что Сказать Про Расход Мне Кажется Просто Датчик Завис Потому Что Ну Вниз Он шел И Очень Даже Понятно Почему Он шел Вниз Я Стоял Расходовал Электроэнергию Кондиционер Работал А дальше То Я Поехал Вверх Циферка Не Изменяется И это Это очень Странно Ехал Я с разной Скоростью И с Маленькой И с Большой Ну Либо Вверх Либо Вниз Ну Вот Так Вот Зависнуть На 7 2 Как-то Это Очень Странно Ну Да Ладно Ездим И Ездим Так На Самой Разряженной Ячейке У меня Чуть Больше 3 4 Вольта Я Уже В городе В Краснодаре До Дома Мне Здесь Километров 5 И Чтобы Разрядить Батарейку Я буду Кататься Наверное По Ростовке Туда И Обратно Пока У меня Хотя бы Один Шар Не Отвалится Буду Буду Катать Как Только Отвалится Один Шар Это Наверное Будет Показатель Уже Что Пора Ехать Поближе К дому Ну А там Уже По Ситуации Посмотрю Как Быстро Они Будут Отваливаться Ну А пока 351 Километр Что На одном Заряде Я могу Съездить На море Вернуться Обратно Обратно Съездить Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я ехал 400 километров Скажу, что так, значит, задача минимум выполнена Этим результатом я уже более чем доволен И, как мне кажется, судя по заряду самой разряженной ячейки Это, в общем-то, предел Ни одного шара еще не пропала, черепаха не горит Сильно нажимать на педаль, честно, ссыкотно Разбаланс растет постепенно Вот, но это значит, что? Это значит, что... Все-таки пришлось поднажать Так, ну, как видим, поднажал нормально А черепахи нет Значит, все-таки энергия еще имеется Так о чем это я? А, вот, дисбаланс растет между ячейками Первый признак того, что уже мало емкости На ячейках, которые разряжены, мало емкости А те, которые заряжены, до сих пор его держат еще Причем хорошо держат Вот 400 километров легко Когда ячейки будут полностью сбалансированы Отбалансированы То, я думаю, и 450 легко она будет делать Сейчас я еду в сторону дома Уже скорость цельная не гоню 60 70 плавно набираю И буду кататься возле дома Пока не пропадет один шар Как только первый шар пропадает Все сразу к розетке А еще, может, вы уже заметили Циферка все-таки изменилась 7,3 Значит, датчик этот Счетчик этот не завис Он работает Просто расход был больше Вот и все Счетчик этот не завис Счетчик этот не завис Приехал к дому Практически 413 километров Вот, что пишет тут Ливспай Ливспай 3, 0, 0, 8 А, вот, кстати, смотрите Прямо как раз я стою И вылезла черепаха И вот, как обычно И вот как обычно По-на ninetez Тут уже 3.03 точно Самая слабая ячейка А самая не слабая 3.376 По факту это очень даже Такой хороший разброс И если бы вот эти большую часть ячеек, даже не ячеек, а тут целых модулей, большая часть зарядить до такого же состояния, как и вот этих 8 модулей, которые выбиваются вверх, то я думаю энергии будет гораздо больше и 450 можно будет проехать легко. Так, ну и собственно небольшой расчет, для этого нужен калькулятор, а есть ли у меня этот калькулятор, калькулятор, значит я проехал 413 километров, делим на мой расход 7,4, то есть я вытянул из батареи по счетчику штатному 55,8 киловатт час, Это конечно не 72, как мне хотелось бы, но 72 это вообще в идеале, но здесь нужно учитывать, что у меня получается первое, аккумулятор не был заряжен до конца, то есть он 4,2 то в принципе штатно и сам никогда не зарядится, плюс у меня еще разбаланс ячеек, То есть большая часть модулей у меня была заряжена на 4 и там сколько, 4,5 тысячных, то есть если бы все они были заряжены до 4,1 вольта, это уже бы существенно прибавило мне емкости и пробега. И во-вторых сейчас я не могу до конца разрядить все модули, все ячейки, потому что те самые, которые не были дозаряжены до 4,1, они первыми и разрядились. Очень жаль конечно, что вот такая ситуация происходит, но даже 400 километров это мне кажется очень даже хороший показатель. А вот кстати температура батарейки, самая горячая точка 39 градусов. Напомню, что все это время кондиционер был включен, в последние 40 минут аккумуляторы начали сильно греться. Дальше, что сейчас я буду делать? Я подключу свой старый счетчик в разрез цепи зарядки автомобиля и посмотрим сколько по счетчику батарея возьмет в себя. Продолжение следует...